Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на последней торговой сессии этой недели. Мы на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и о самых интересных движениях, которые на площадках происходят. Сегодня я начну с печальной и довольно страшной статистики. Я, к сожалению, еще даже на прошлых брифингах делал акцент, что при текущих темпах роста количества заболевших мы увидим показатель именно в отчете исследовательского центра Джона Хопкинса о том, что количество заболевших перевалит за полмиллиона человека. Я ожидал, что это произойдет в выходные, но вот сегодня, к своему удивлению, когда я открыл, собственно, этот сайт и увидел цифру, ужаснулся на самом деле. 532 692 заболевших и, разумеется, параллельно с этим также и растет показатель смертности и числа уже летальных исходов 24 тысячи. В связи с этим мы смотрим на то, что происходит с фондовыми рынками. По итогам последних дней, если не брать во внимание текущую торговую сессию, американский фондовый рынок, да и прочие площадки подрастали. И мне стало, честно говоря, непонятно, как трейдеры, инвесторы, как рынки вообще могут демонстрировать такую позитивную динамику, когда происходит такое. Неужели все поверили в то, что новые меры монетарного стимулирования, в том числе и от Федрезерва, когда снижались процентные ставки, снижались нормы резервирования для коммерческих банков, создавались программы доп. по финансированию и кредитованию, последние фискальные меры о неограниченной программе количественного смягчения и согласованного между Трампом, скажем так, и Сенатом пакета помощи на 2 триллиона? Это все вопрос денег. Но неужели все поверили, что лекарства от того, что сейчас происходит, найдены? И этим лекарством являются деньги? Такое ощущение, что действительно площадки не понимают природу той проблемы, с которой столкнулся весь мир. И я, друзья, рад был, что сегодня увидел довольно интересную статью Goldman Sachs. А ранее я видел подобные тезисы и от Bank of America, которые, анализируя прецеденты такого рода, ну, серьезные, скажем, экономические потрясения в истории, находили повторения, похожие вот картины, реакции трейдеров. Истории повторяются, шоки на рынках сохраняются. И сделали выводы, которые, в принципе, очень точно укладываются, скажем, в русло именно моих рассуждений о том, что чем активнее сейчас неоправданный уход от риска, тем более разрушительной может оказаться повторная волна распродаж о тех самых рисковых инструментах, о которых мы с вами говорили. Поэтому, если все это увязать именно в дальнейшей динамике фондового рынка, то, друзья, наша с вами цель, которая была обозначена на уровне 2000 и 2200 пунктов, эта цель будет достигнута только если действительно будут оправданы и реализуются сценарии повторной, ожидаемой, предсказуемой дальнейшей волны распродаж, то рынки на этих уровнях могут не остановиться. Более-менее сейчас оправданно ведут себя несколько активов, например, нефтянка, потому что те проблемы, которые были обозначены на рынке черного золота раньше, это проблема падения спроса и проблема роста предложений, и эти проблемы сейчас деньгами не решить, это очевидно. Поэтому рост количества заболевших и сам факт резкого снижения экономической активности, мы сейчас поговорим еще и про американскую статистику, там вообще можно будет говорить уже о самом серьезном спаде рецессии, может быть даже рецессии, которая превзойдет период Великой депрессии в США. На основании этого ситуация на рынке нефти только ухудшится. В связи с этим, друзья, с текущих уровней 28.82, я рекомендую присматриваться, если вы этого еще ранее не сделали, только лишь коротким позициям, и ждать бренд в районе 25, это как минимум. Индекс доллара оказался под юбилейной планкой и плитой 100 пунктов, сейчас 99.18. Вчера мы с нетерпением ждали данные по заявкам на пособие по безработице, потому что это как раз один из первых отчетов, который сейчас отражает общую ситуацию, сложившуюся в американской экономике. Это отчет, который не стал бы ничего приукрашивать и показал бы реальность, как она есть. Я думал, что количество заявок, безусловно, резко вырастет. Я ожидал показатель в миллион, в полтора. Но мы увидели вообще страшную цифру – 3 миллиона почти 300 тысяч новых недельных заявок на пособие по безработице. Если ситуация будет развиваться в таком же ключе, а я думаю, что она точно будет развиваться, потому что предприятия по-прежнему не работают, люди на карантине, то безработица в Штатах реально увеличится до 20%. Отсюда вытекает, разумеется, простой и логичный вывод, что хотите вы или нет, но трейдерам спустя какое-то время, инвесторам придется снова переходить в плане перевода капитала в тот актив, который в условиях такой неопределенности должен выигрывать. И мы видели ранее и ралли по американскому доллару рост индекса доллара. Поэтому я допускаю, что повторение ситуации с восстановлением индекса и движением в район 103 – это ситуация, и точнее сценарий поведения этого актива уже на ближайшую неделю. Золото, друзья, растет. Цель – 1700 долларов за тройскую унцию. Хай накануне был 1644. Мы только в самом начале пути. Параллельно с ростом золота, которому, как я говорил, отводится, разумеется, статус сейчас защитного актива, который из-за потенциального роста инфляции будет выиграть еще, поскольку золото – это не инфляционный актив. Точно такой же логике можно придерживаться обрисовывая перспективы биткоина. И биткоин, исходя из сохранения корреляции с золотом, также растет. 6673 доллара сейчас за один биток дают. И цель, друзья, выдерживать на отметке 8000 или даже повыше. Доллар канадец – 1,4010. Считайте, что уровень 1,40 – он крайне привлекателен для покупок, потому что в канадской экономике очень похожая ситуация с тем, что мы видели по заявкам на пособие по безработице в США, потому что заявок на пособие было подано в количестве 1 миллион. Это также указывает то, что мы ожидаем скачок уровня безработицы больше, чем на 5%. И ранее, разумеется, канадский регулятор делал акцент на то, что в случае ухудшения ситуации на рынке труда будет готов основа осмягчать монетарную политику и дополнительно снижать процентную ставку. Поэтому предлагаю вам цель еще от Goldman Sachs, то, что до конца этого года пара доллар-канадец доберется до отметки 1,5. Евро против доллара 1,1056. Собственно, как я уже и отметил, уход от риска, он, на мой взгляд, является сейчас чрезмерным. И, наверное, нужно возвращаться уже с правильным пониманием и представлением того, что происходит. Самое, наверное, неправильное, что можно сейчас сделать – это недооценивать риск происходящего. Поэтому прогноз Bank of America вам в качестве идеи, то, что до конца третьего квартала европейская валюта против доллара уйдет в район отметки 1,02. Я думаю, что цель можно взять более амбициозную – это движение в район приоритета. И фунт против доллара 1,2242. Там, соответственно, такие же ожидания, поскольку мы оставим на рост индекса американского доллара, который должен оказывать давление на рисковые инструменты. Вчера в ходе заседания Банк Англии также намекнул на возможность принятия дополнительных мер стимулирования. Если ситуация ухудшится, она, как вы понимаете, разумеется, ухудшится. Советую открывать короткие позиции. При этом в качестве отправных точек использовать минимумы дневных свечек. Ставьте короткие стопы, если вы ошибает. Друзья, ничего страшного, перезаходите в позиции, потому что если ралли начнется, оно принесет очень хороший профит. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.